Сегодня пивоварни Пробка 3 года и день рождения, разумеется, отмечается в ресторане Пирхполь Пробка. Если сказать большинству здесь присутствующих, что в Пробке 3 года, вряд ли кто-то задумывается о ресторане, идет речь или о пивоварни, или о пиве. Наверное, в этом заключается успех бренда, его магия и метафизика, когда люди не задумываются о том, каковы составляющие этого бренда. Пиво, шоу, ресторан, кондитерская, пивоварня. Они отдают предпочтение этой дороговой марке по отношению к другим, полагаясь на ее авторитет, популярность, ну и, конечно, на свой собственный опыт. Пивоварня уже 3 года, это уже состоявшийся проект. Его уже все знают, он уже встал на ноги крепко. Ресторан – это ребенок, он только родился, он начинает делать свои первые шаги. А вот интересно, когда вы 3 года назад открывались, начинали производство, вы же как-то изучили рынок, изучили Харьков, спрос и так далее. На что вы рассчитывали, какую нишу занять в Харькове? На тот момент было очень много массового пива, там, больших пивозаводов, дешевого пива, хорошего, премиального, дорогого пива можно было попить только в ресторанах с пивоварнями. Если нужно попить такое пиво дома, на природе или просто с друзьями, его негде было купить. Заняли нишу, которая, по сути, никем не была занята. Это хорошее, качественное, полезное пиво. Вот программа – это наш персонал. У нас сегодня был флешмоб от нашего персонала. У нас, оказывается, есть поющие официанты. А, то есть официанты поют, официанты танцуют. Что еще? И Dream West, а также приглашенные гости, наши партнеры, пиво банк. Очень домашняя такая семейная атмосфера. Ну, а что ты сегодня исполнишь? Поцелую тебя в щечку. Сегодня же еще презентация нового сорта пива, правильно? Можно о нем пару слов? Вполне возможно, что это лучший наш сорт из того, что было до этого. Легкое пиво с пшеничным ящменным содом, такой неповторимый вкус. Когда пьешь пиво, наслаждаешься вкусом, но не сразу пьянеешь. То есть можешь наслаждаться компанией и временем. Вообще, я люблю пиво немножечко такими фруктовыми нотками. И сейчас мы используем такую расу дрожжей. Они считаются низовыми. То есть это классическое пиво, лагерное, да? К чему относятся наши все light, peels и bronze, да? Но при этом оно имеет немножечко такие фруктовые нотки, которые свойственны для пшеничного пива. В данный момент мы на этих же дрожжях сварили пиво пшеничное, которое имеет вкус и пшеничного пива, то есть очень сильно фруктового, дрожжевого. Мутность свойственна пшеничному пиву, поэтому назвали мы его white. То есть оно работает и с тем, и с низовым пивом, и с верховым. Единственное, что там отличие в том, что более высокие температуры брожения, то в результате дают вот такую более высокую насыщенность вот этими всякими ароматическими веществами. Это самое популярное, на мой взгляд, пиво, по той простой причине, что оно настоящее. А это в наше время дефицит. А что это значит настоящее? Имеет срок годности два дня, непостерилизованное, нефильтрованное и в какой-то степени даже полезное для здоровья. Крафтовое пиво – это натуральное сырье, нефильтрованное, не пастеризованное. Это натуральный продукт. Это как свежевыжатый сок, как парное молоко и ультрапастеризованное. Но те, кто любит пиво, те разницу понимают. Вот так и мы по сравнению с большими заводами. Это же реальный кег, да? Да, это мы специально придумали такую услугу – пиво на прокат. Кега является своеобразным термосом, который напирается пиво и несколько дней может храниться без потери температуры. Очень удобно на всякие вылазки, корпоративы, тем, что не надо ни электричества, ни какого дополнительного оборудования. Просто вставляется краник с той стороны, сверху открывается клапан и все, можно пользоваться. Очень удобно, без потери качества, без потери температуры. Холодное, приятное пиво, без розеток в поле, в лесу, где нужно, там можно использовать. На протяжении даже не лета, а десятилетий мы привыкли покупать в бутылках пива. Сейчас уже какая-то переориентация произошла. Цель нашего всего совместного действия с рестораном, с пивоварней – как раз и поднять культуру потребления пенного напитка в городе Харькове. Может, нам, конечно, далеко еще до Чехии, но мы и стремимся. Субтитры сделал DimaTorzok